Всем привет! С вами отец Кирилл. Ну что, ребят, соскучились? Лично я, да. И поэтому сегодня я решил приготовить для вас интереснейший рецепт, который я подсмотрел на просторах ТикТока, Инстаграма, Ютуба. Ну, в общем, в принципе, его показывают везде. Это сэндвич со свининой барбекю. Давайте посмотрим, какие продукты нам сегодня для него понадобятся. Итак, свиную шейку я предварительно порезал на мелкие кубики. Замариновал в соли, в перчике, в сушеном чесноке, в имбире и в чили-пасте. Конечно же, понадобятся вот такие обыкновенные белые булочки, чеснок, обыкновенный репчатый лук, кинза, средней твердости сыр, ну и для всех любителей можно добавить немножечко чили. Конечно же, в основу нашего сэндвича обязательно будут ложиться маринованные огурчики. Ну, а для того, чтобы наш соус выделялся из той банальной массы, которую предлагают вам другие кулинарные блогеры, мы будем использовать майонез, но, правда, начало я банально, сметана. И самая фишка на этого рецепта – это протертые томаты. Ребята, мы недавно просто готовили другое блюдо с аналогичным соусом и поняли, что это теперь наша любовь навеки. Ну что, поехали, для начала нарежем овощи. Субтитры делал DimaTorzok Ребята, очень нежно, осталось только посолить. Но у меня здесь не только соль, там идет и сушеный перец, и лимонграсс, в общем, офигенная вещь. Добавляйте специи всегда на свой вкус, как вам больше нравится. Теперь нам необходимо разрезать булочки. Нам осталось с вами только натереть сыр и порезать соленые огурцы. Готовить мы сегодня будем наш сэндвич. На замечательном гриле от компании Weber, который называется Go Anywhere, ну или в простонародии Гоша. Это мой самый любимый гриль, который я таскаю за собой по всему земному шару. Начнем с вами с обжарки наших багетов. Ждем. Снимаем наши багеты и выкладываем нашу свининку. Накрываем крышкой и забываем на пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok. Я думаю, что готово. Можно снимать. Снимаем. Теперь посыпаем наш багет сыром. И отправляем в зону непрямого жара. Ну а тем временем наш с вами чеснок готов. Мы его убираем в сторону. А багеты оставляем под крышкой, чтобы сыр поскорее расплавился. Сейчас я уже добавляю зубчики чеснока в наш соус. Поверьте, он уже протомился, превращается в кашку. И это получается очень-очень вкусно. Снимаем наши багеты. И совсем скоро будем начинать сборку. Приступаем к сборке наших барбекю-порк-сэндвичей. Продолжение следует... Давайте разрежем один и узнаем, что у нас там внутри. Ребята, ну посмотрите. Свининка полностью готова. Мясо сочное. Соус добавляет сока еще больше. Давайте пробовать. Ребята, слов нет, одни эмоции. Скорее всего, я поделюсь впечатлениями об этом сэндвиче в следующем видео. Ну а пока ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Кирилл Емельянов. Всего вам доброго. Пока.